Услышав информацию о нахождении подозрительного предмета, действует согласно инструкции. Нажимает кнопку вызова экипажа Росгвардии и выполняет все другие неотложные мероприятия. К месту происшествия в коротчайшие сроки прибывает экипаж Росгвардии и действует согласно инструкции. Представители Росгвардии, оперативно прибыв на объект, оценивают обстановку и действуют в соответствии со своими нормативными документами применительно к сложившейся обстановке. К ним лежит сотрудник охраны, у которого они получают доклад о сложившейся ситуации в административном здании и принимают дальнейшие решения. В данный момент сотрудники Росгвардии определяют местонахождение взрывного предмета, осуществляют доклад оперативному дежурному о сложившейся обстановке, запрашивают на объект дополнительные силы. В здании в данный момент проведена полная эвакуация по докладу сотрудников охраны. Сотрудники Росгвардии дополнительно проверяют коридоры и кабинеты на наличие возможных нахождения, в наличии возможных людей. Разведка пока с сотрудниками Росгвардии продолжается. Они проверяют каждый кабинет, ищут те взрывные устройства, которые у них по докладу охраны уже были установлены, из той стеклянной емкости с неизвестным химическим составом. Продолжение следует... Сотрудники Росгвардии, проведя разведку в административном здании, покинули его. У них сделаны определенные выводы по заложенным взрывным устройствам. Они получают дальнейшие инструкции от оперативного дежурного. И по инструкции от оперативного дежурного у них задача будет заблокировать выезд и въезд, за исключением, соответственно, спецтранспорта и проведения других неотложных работ. Продолжение следует... Итак, на третьем этаже срабатывает необнаруженное взрывное устройство. В следствии срабатывания взрывного устройства в одном из кабинетов на третьем этаже произошло загорание мебели и горючей отделки стен и пола. В данный момент пожар развивается в горизонтальном и вертикальном направлении. Создается угроза распространения огня в коридор третьего этажа. И после взрыва выясняется, что на третьем этаже в помещениях осталось три человека, которые спрятались от возможных террористов. В данный момент все эти три человека сейчас находятся в зоне опасных факторов пожара. Это плотное задымление и высокая температура. Естественно, в здании происходит штатная сработка автоматической пожарной сигнализации, которая передает весь сигнал моментально на пульт 0-1, где через радиотелефониста центрального пункта пожарной связи высылается, соответственно, пожарно-спасательная техника. На пожар прибывает дежурный караул 38-й пожарно-спасательной части в составе автошесцерны, автонасоса и автолестницы. Охранник школы сообщает начальнику караула и прибывающей техники о загорании в школе и возможном местонахождении пострадавших людей. На третьем этаже люди просят о помощи. Начальник караула по внешним признакам определяет ситуацию на пожаре, объявляет полученный ранг пожара номер один, отдает команду своему личному составу на формирование длина ГДСС, на спасение людей, находящихся на третьем этаже, которые отрезаны опасными факторами пожара, на команду на прокладку рабочих и магистральных линий для подачи бесперебойной... для бесперебойной подачи огнетушивших веществ в косяку пожара, а также формирование зрения в газодымозащитной службе на спасение людей. Вот сейчас уже первые газодымозащитники открывают школу двери, вставляют в садикорья, для того, чтобы они не пережимали рукавные линии. А начальник караула дает командиру отделения автолестницы установить подъемный механизм в окно на третий этаж для спасения пострадавших. Внимание на экран! Внимание всем на экран! Информационный! На экране вам будет подемонстрирована работа пожара спасательной службе, которая, если это непосредственно, проходит в условиях задавления. Так как выглядит набережного дежурного караула внутри. К данный момент дежурный караул в 38-м пожарных спасательных частях осуществляет взлетение в противогазы для дальнейшего поиска пострадавших и прокладки рукавных линий. Вот вы видите, как ворота уже не будет все пожарные, с большим запасом рукавов. Это магистральные рукава, по которым сочетается большая подача, не только везде, это короткий диалет. Соответственно, эти рукава запитываются от автоносока. Автоносок уже удивили на боковину здесь. И вся эта обстановка на пожаре в данный момент продолжается усложняться. Вместо пожара прибывает служба пожаротушения его беззатонного генетарственного продукта. Служба пожаротушения – это командование. Третьего этажа на автолестнице у нас успешно спасен один мужчина. Медицинская среза в помощь, ибо, возможно, все же потребуется, но... ...это нужно поднимать и жарить. Также мы сейчас видим, как происходит развергывание штаба пожаротушения. Они доставляют специальный вставной столб, на котором расставляют все пожарноспасательные системы, которые работают на пожаре. Компания крови, в обстановке, в основном, когда можно улучшить журналисты на целый воздух. Одинすежный пастрюмородушный пастрюмородушный пастрюмородушен. Уены, но они продолжают прибывать в месту пожара. Вы видите, все одно звено. Это когда журнужники с глубокурными стукают стойной, включаются в противог разы, создают больше безопасности для пожарных. и идут в разведку на третий этаж для отыскания еще возможных пострадавших. По данным от охраны в здании, возможно, еще находятся два человека. Автолестница возвращается в возможную больницу, так как ее работа, возможно, еще не восточная. САП «Пожаротушение» успешно руководит, принимает доклады от всех работающих в регионе СССР, которые находятся внутри издания на дымах. Ее улучшенный контроль расходования воздуха, запас воздуха у газодымозащитников и руководит остальной спасательной операцией. Прибывающие силы на место пожаров продолжают подниматься в задымленное здание. В данный момент, в данный момент в Ставпожаротушение от командира отделений одного из вегов поступила информация о том, что очаг пожара найден, что происходит загорание мебели и личных вещей на площади 30 квадратных метров. На тушении работают два ствола. Два пожарных ствола и два звена газодымозащитной службы. В Ставпу подходит еще звено пожарных, еще одно резервное звено, которое снова получает определенную задачу, которая определяет Ставп пожарных в сутки и отправляет пожарных либо на тушение, либо на дальнейшую разметку. Вот я уже вижу, что они опять-таки будут включаться в противогазы, значит, что они пойдут непригодны для дыхания среду, на остыскание еще возможным показателям. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Поступает информация в Ставп пожарных отношений, что все-таки в здании еще находятся люди. Это возможный пострадавший, сейчас всеми звеньями ведется их возможный поиск. Напоминаю о том, что на всех этажах практически не создаются полотное задымление. Это условия низкой видимости и высоких температур. Всем приходится сталкиваться бойцами пожарной охраны. Вот Герой Нос-Б. В стабе пожаротушения продолжается работа по сбору информации от находящихся звеньев газодымозащитной службы. Информация от каждого командира отделения по разведке и обстановке получается в стабе пожаротушения. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Отчет пожара в данный момент ликвидирован. Загорание происходило на площади 30 квадратных метров. Это мебели и оргтехники. В данный момент осуществляется звеньями ГДЗС выпуск дыма. Выпуск дыма и продолжается поиск возможных пострадавших. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Еще один пострадавший выведен из пары. Пострадавший выведен при помощи спасательного средства в пенис. Сейчас пожарные проводят выключение из аппаратов. Одного пострадавшего вынесли на так называемых волокошах. Это гибкие носилки, которые используются в условиях пожара и задымлитных помещений. Второй пострадавший вышел самостоятельно, специально садить на средство изолирующих противорога. Небольшое действие радиуса, то есть там, грубо говоря, 10-15 минут жизни. Угрожадина есть, после смещения спокойно выйти с подпором воздуха, с полноценные лестницы, с удовольствием задуманного коридора и с других смежных каких-то помещений. Очень удобная, медленная вещь. Всем высокое любое рекомендую. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, руководителю тушения пожара от охраны поступило сообщение, что на первом этаже чувствуется резкий химический запах. Вот обнаружена ста стеклянная емкость с неизвестным химическим веществом, которую изначально заложили террористы. Жидкость с сильным резким запахом. Нахождение в помещении без средств индивидуальной защиты в данных моментов невозможно. К месту сложившейся обстановки прибывает аварийно-спасательный автомобиль. Аварийно-спасательного отряда номер 8 ГКУ ПСЦ в составе отделения АХОВ. Организовывается разведка на первом этаже. АХОВ – это отделение по борьбе с аварийно-химическими отравляющими веществами. У них имеется специальная химическая защита. Они сейчас от рукой тушения пожара получили команду на проведение разведки и отыскание этой стеклянной колбы с едким химическим запахом. АХОВ – это целый объем. Полезная стеклянная колбаса. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Дорогие гости, пока продолжается подготовка Подготовка звена по борьбе с аварийно-химическими отравляющими веществами Я просто хочу сказать, что, например, сбор, выезд дежурного караула по сигналу тревоги пожарной охраны составляет одну минуту Также по прибытию пожарно-спасательных квадратилений вместо пожара, они должны включиться в противогазы и приступить к пулю с огнем тоже не более одной минуты есть нормативы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дally, дегуман Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И вот капсульные костюмы со специальным контейнером для изъятия опасного вещества. Цена ОХОВ приступает к работе. Итак, я напоминаю, что по легенде на первом этаже стеклянная колба с редким запахом химическим, который, возможно, угрожает хребеть здоровье людей. Итак, колба с отравляющим, предположительно отравляющим веществом найдена. Эвакуирована специальный защитный колбас, который уже будет умерен. Эвакуирована специальная лаборатория для дальнейшего инвестиций, как умереть в опасном центре организации. В этот момент пожарами закончился вычисленный ремонт сзади. Проводятся работы по уборке пожарно-технического вооружения, заправки и замены воздушных по уровню для дальнейшей постановки в районе. Наши практические показы и тактические учения на этом завершаются. Значит, личный состав участвующих в пожарно-техническом учении приглашают соседа на построение и разбор пожарно-технического учения.